епископ печерский варнава беляев пути промысла божия извиденного и слышанного малоизвестные дневниковые записи подвижника благочестия 20 века епископа варнавых беляева часть 3 27 мая 1921 года рассказывал мне отец евтихий 2 знамения праведного гнева божия и наказание царицы небесной кощунником в одном селе когда он пришел в него сопровождая чудотворную икону печерской божьей матери нашей обители один довольно начитанный крестьянин начал поносить страшно святую икону называя ее не чудотворным образом а простой накрашенной доской ругаясь скверными словами и говоря что это простой обман народа и прочее старики его верующие односельчане сказали ему что если он не хочет принимать к себе святую икону то пусть делает как угодно но они ее примут мужик этот тогда плюнул на сельском сходе речь была приеме иконы заложил лошадь и выехал поле икону после того встретили как подобает и обнесли по дворам по окончании всех молебнов стали провожать ее за околицу а с другого конца стал въезжать село поноситель богоматери считая теперь для себя возможным и непозорным приехать домой после того как окончилось ненавистное для него молебствие и вот как только святая икона удалилась за околицу мужик этот подъезжал к своему дому но здесь то и постигла его страшная кара он вдруг упал изо рта его показалась пена стала его коверкать корчить и в страшных мучениях он через несколько минут скончался нельзя не вспомнить слов псалма певца что смерть грешников люта другой случай прибыл отец евтихий в горячую для крестьян пору в одно селение они были заняты работой в поле когда они увидели святую икону то грубо закричали ему в один голос уходи от нас работать надо они и кощунственно отказались от служения молебна по видимости правда была на их стороне нужно было всячески заняться делом чтобы не упустить горячего времени для того чтобы был хороший хлеб но как только было отвергнуто божие благословение и проявлено грубое самонадеяние и желание обойтись без бога своими собственными силами вскоре же нашла страшная грозовая туча и градом уничтожила все суетные труды и стяжание кощунников крестьяне после вполне признали свою вину и заявили отцу евтихию приехал к нему нарочно сказать об этом 28 мая 1921 года умерла на третий день стариться который я заходил 19 мая умерла блаженной кончиной перед самой смертью вдруг говорит вот пришли ко мне два светлых мужа в белых одеждах ее спрашивают а что не говорят ничего только смотрят на меня и через мало времени тихо почала горе нам с нашей медицинской всякой другой ученостью у бога и законы другие люди другие и все другое 2 июня 1921 года принесли мне дневник одного интеллигента самоубийцы покончил он жизнь свою уже зрелым человеком после смерти оставил записку следующего содержания я устал жить жизнь не дает удовлетворения слабовольным нет места на земле нет нужды конечно здесь прибавлять что этот человек самой скамьи среднего учебного заведения потерял веру бога и загробное существование красной нитью проходит по дневнику за несколько лет меланхолическое грустно безотрадное отчаянное чувство бессмысленности существования так как веру бога человека и евангелия он потерял то оставалось истину добро и красоту находить здесь в этом растленном мире и конечно же он их не находил вот-вот казалось он их достигал и призрак красивая мечта ускользала от него в ту самую минуту когда казалось он находил давно желанное совершенство духовной красоты а в руках оставалась грязь нечистоты и смрад всяких страстей пробившись в напрасных поисках смысла жизни и достойной цели своего существования на земле и только обессилев в непосильной бессмысленной борьбе без помощи благодати он наконец застрелился я выпишу из его дневника представляющего из себя сплошной кошмар и описание нудной отчаянной пустоты в которой задыхалась душа не хотящая окончательно погрязнуть в грубом пороке и стремившаяся в общем к свету хотя и не желавшая воспользоваться загробными идеалами и таинствами невидимого мира я выпишу из дневника несколько строк из которых видно что этот мир был около этого человека в то время как он его отрицал вот он пишет все больше по ночам мне с некоторых пор кажется особенно когда я сижу один в комнате что сзади кто-то крадется и хочет всадить мне нож в спину руководясь кажется этим чувством я каждый раз запирал дверь к себе в комнату помню полгода тому назад мне казалось когда я сидел вечером и занимался что кто-то сейчас кинет голышом в окно и разобьет мне голову голову интересен дневник не в психологическом отношении хотя он и сильно насыщен с этой стороны но в мистическом несмотря на совершенно позитивное воззрение автора через весь дневник можно проследить систематическое преследование и неуклонно последовательное нападение на него невидимого мира очень долго тонкой хитрой и искусно дьявол сплетает около него целую сплошную громадную сеть из которой наконец ему нельзя было выбраться для автора дневника жизнь его самого казалось идущий бессистемно бесцельно он постоянно искал пути и дороги хоть какому-нибудь определенному концу но какому неизвестно а на самом деле демон постоянно ходивший за ним по пятам очень обдуманно все делал систематично и отнюдь не бесцельно он вел к тому концу которому тот пришел через все страницы просвечивает это темная с когтями лапа ясно видимая только при свете евангельской истины и духовного рассуждения а не рассматриваемая под углом зрение обычной логики или научных хотя бы и философских данных так вот точно фотографическая пластинка со снятым только что на ней изображением если вынести ее на света останется как было неизменной и неизвестно заключает ли она на себе какой-либо рисунок или нет если же ее подвергнуть действию известных солей и никаких других то тот час проявит содержащий на себе рисунок явственно в данном случае не нужно больших духовных познаний чтобы произвести эту мистическую химическую реакцию и проявить скрытую страшную картину дневник самый бросил в печку слабые души не могут вынести его содержание